приветствую вас на моем канале я автор этого канала рада знакомству как вы знаете я художник и как любой художник мне не нравится что я рисую поэтому вместе с вами мы будем улучшать свои скилл рисования по туториалам как вы видите первая картиночка у нас на японском но но вы только не переживайте я учил японский язык и я знаю что тут написано 1234 это пошаговка короче что нам тут предлагают делать надо открыть файл как нам тут предлагает рисовать волосы а именно как их рендерить за начала нам нужно нарисовать лицо нам нужно нарисовать лицо и сейчас я по-быстрому нарисую лицо мы нарисовали голову и что нам предлагают делать как видите нам предлагают нарисовать голову. Пункт 1 уже сделан. Переходим к пункту 2. Нам предлагают использовать цвет кожи, использовать цвет башки, волосочные и использовать градиент. Градиент у нас должен быть вот таким вот и по факту нам нужно вот таким вот вот таким вот незамысловатым образом сделать чтобы волосы которые ближе всего к коже были цветом кожи. Переходим к этапу 3. На третьем этапе нам предлагают добавить нам предлагают добавить штуку. Они просто создали новый слой и и наверное поставили его на лайтинг наверное. Я не знаю что там написано. Что там написано? Hard light может быть. И нам нужно взять какой-то светлый цвет и начинать потихонечку делать на нем свои... Нет, что-то по-моему не попошло. Так вот мы берем software light и вот так вот наносим... Ну вы поняли что мы наносим. Мы наносим блики. Блики мы наносим и вот таким вот незамысловатым образом методом полиограф. Я не знаю как эта штука называется. Попавьте мне в интернете. Мы добавляем штуку. Ну вот так вот. Вот уже прикольно. Уже видно. Кстати реально прикольно вышло. Дальше. Мы приходим к этапу 4. На этапу 4... Что на этапу 4 вообще творится? Я понять не могу. На этапе 4 нам добавляет дорендерить. Логично. Поэтому мы берем новый слой. Вообще-то я так в жизни не делаю. Я все рисую на одном слое. Поэтому план уже говно. Нам предлагают взять желтую какую-то там ферну. Такую вот. Более оранжевую наверное. Вот так вот. Вот именно. Закинуть мне его ад. И вот так вот рисовать поверх. Вот так вот. Я ведь правильно все делаю? И вот так вот еще. Вот тут вот добавят еще. И вот тут вот еще добавят бликов. Блики это же хорошо. Блики это же красиво. А также не забываем про тени. Добавляем новый слой. Ставим его куда-то вниз. берем цвет. Делаем его чуть ниже. И вот так вот мы делаем. Вот так вот. Вот это вот у нас должно быть сеть. И вот тут вот тень. Вот тут вот тень. Тут тень. Тут тень. Продолжаем нашу вот эту вот вакханалию, продолжаем, 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 вот так вот доходим немножко, вот сюда вот заходим, чтобы было красиво, вот так вот, вот тут вот добавляем, вот тут. Короче, ставлю этому туториалу 9 из 10, потому что я не знаю японского. Next, как видите, в этом рисунке туториалы нам хотят показать, как рисовать Кутон, Фалк, Трансформер и Вельва. Давайте начнем. Давайте я попытаюсь нарисовать Трансформер. Для Трансформера нам нужно сначала нарисовать, как ткань падает на объект, сделаем вид, что это ткань, вот так вот. О, она реально пока не вышла. Мы закидываем слой и нам предлагают, если я умею думать, взять снова какой-то там цвет, вот так вот, и нарисовать, раскрасить наш объект, нашу ткань. Вот так вот. И дальше нам предлагают, нам предлагают взять пластик, взять его на мягкость и вот таким вот, вот таким вот методом сделать, немножко уменьшим кисть. Вот таким вот незамослительным методом мы должны показать, мол, что эта ткань, она слегка такая прозрачная. Мы убираем все лишнее, все изнутри, вот как-то так, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и у нас типа должно быть покойно. И еще по желанию мы можем добавить блики, блики, блики. Конечно, тут не показано блики, но это немножко добавка от меня. Вот такие вот блики. Очень красиво, очень элегантно, ставлю этому туториалу 5 из 10, потому что это не туториал, это просто советы, точнее, да, это скорее правила какие-то. Next! Вы хотите, как дают научиться рисовать латекс? Как раз-таки для этого я для вас нашла потрясающий туториал о том, как рисовать латекс. Для начала мы создаем новый слой и рисуем великолепные, жирные, очень экстравагантные ножки. Мы нарисовали экстравагантные ножки, теперь мы должны это все залить черным цветом. И дальше нам предлагают... Что нам предлагают-то? Нам предлагают сделать софт... Как бы... Софт лайт. Берем айрбраш. Ставим у него, конечно, побольше и вот так вот хреначим лайтинг. Вот так вот лайтинг, лайтинг, лайтинг. И по мелочи вот такой вот еще... А, слишком большой. Вот так вот, чтобы оно казалось более таким, вот знаете... Светлым. Дальше мы берем обычную кисть. И на этой обычной кисти мы добавляем своего рода блики. Мы должны делать, чтобы оно было каким-то... Вообще-то я понять не могу, как через этот чертов латекс. То есть какая-то странная стратегия, но я ни хрена не понимаю. Весь прокол в том, что мы, наверное, должны создать новый слой. Вот так вот, 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 вот так вот. И вот так вот. И мы добавляем на это add. Ставим желтый цвет. И добавляем вот такой вот эффект. Ой, упс, не то. Закинем все вниз. Add. Эффект add. И типа вот такое вот что-то. Нет, она не совсем желтая. Надо здесь желтее. Вот так вот. Вот. Вот так 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 вот и вот так вот. Ставлю этому туториалу 0 латексных дульков из 10, потому что мне не понравилось, я ничего не понял. Может потому что я дебил, и тут просто есть объяснение на китайском. Нет, это японский. Но, нет, она не работает. Next. Нет, ну это просто не было. 10 из 10. Ставь лайк, если тоже любишь, что же будет. Next. Нет, ну тут снова все очевидно. Это что-то китайское. Значит, по умолчанию уже 10. 9. 9. Тут нам предлагают нарисовать глаза. Мол, типа, чтобы они были как подозрительные или как серьезные. Для этого мы берем обычную... Сука, что там творится. Обычный карандаш, ну или обычную ваш... Обычную кисть. Но я возьму... Ладно, я возьму обычную. Глаз, чтобы он совпадал. И еще вот такой вот элемент. И мы над этим будем сейчас пытаться нарисовать глаз. То есть нам пытаются показать, как оно должно все выглядеть. Вот так вот. Потом там у нас посередине у нас появляются... Реснички, реснички, вот так вот, реснички, кнора. Реснички, блядь, блядь, блядь. Тут у нас должна быть железа, вот тут вот. Добавляем... Скорики. Я не знаю, что это. Глаз вот такой вот у нас сексуальный. И еще века, и еще, и еще, и еще. На следующем же рисунке чуть пониже нам предлагают вот так вот рисовать. Ой. Вот так вот рисовать. Реснички. Скул. Века. Чего тут веки? Чего века? Века. И вот так вот. Надо делать акцент на то, что он должен быть прям вообще приподнятым. И бровь. Конечно же глаз. Ставлю этому туториалу 3 из 10. Просто потому, что я не понял. Next. О! А вот это, кстати, прикольно. Тут нам показывают, как делать прикольный цвет. Hard light, если я не ошибаюсь. Весь прокол этого Hard Liner, что вы рисуете, условно говоря, чувака. Вот чувак. Вот глазки. Дальше нам предлагают взять и заюдать мультимедиу. Мультимедиа. Умножение, по-моему, если я не ошибаюсь. И взять какой-то там синетемый цвет. И вот так вот, типа, нахреначить, нахреначить, нахреначить. Там хоть что-то видно. И потом добавить ад. Ад. Вот такой вот ад. Обычный ад. И взять светло-красный, такой вот, такой вот румярчивый. Это он более светлый, по-моему. По-моему, тут немножко переборщили. Вот так вот. Вот так вот. И... Ой. И типа, оно должно градиентом упасть на вот это вот. И где градиент? Это оно должно быть красное. Почему оно не красное? Почему оно не красное, на вопрос? Оно не красное, оно розовое. Почему нет, когда да? Что я делаю не так. Снижаем немножко, чтобы оно не было таким ярким. И потом добавляем еще один слой, на котором тоже оставим ад. И на этот пасон должен у нас быть цветом кожи. Где там цвет кожи у меня? Господи, что-то тут не так. И вот так вот мы типа красим. Вот так вот. И затем добавляем... Берем аэрубраш. И вот таким вот легким мгновением... Что, должно что-то работать. Я не знаю, может, я бы выехал, но у них оно не получается. Типа, как на картинке и как у меня. Это будет похоже на какой-то флаг. Ставлю этому туториалу 0 из 10, потому что оно не работает. Next! Я не знаю, зачем я это сохранила. Не, ну ты просто все очевидно. Берешь цвет какой-нибудь прикольный. Вот так вот делаешь. Закидываешь на него, чтобы не заходить за рамки. Берешь другой цвет. И вот, вот так вот. Я-то так или не так ужоуу. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. В целом я даю этому туториалу 0 из 10, потому что он прикольный. Next это tutorial о том, как рисовать штуку, поэтому я беру обычный карабаш, обычную кусь, что-то меньше и мы рисуем вот такую спиральку. Иван рисовал спиральку, потом нам предлагают ту спиральку закинуть на неё, убьём. Закидываем значит на неё, убьём. Дальше предлагают закинуть... Они хотят, чтобы типа... Что они хотят от меня? Я смотрю в картину, я смотрю в этот чёртов... Объект. И я не понимаю, они хотят... Что они хотят? Я... Почему я чувствую себя таким... мозготупым? Am I done? Ставлю этому tutorial 0 из 10. Я не понял. Next! А! Тут нам пытаются показать, как рисовать скров. Потрясающе! Мы всегда хотим научиться рисовать скров. Am I предлагает взять обычную кисть, взять красный цвет, жвачный цвет крови и вот так вот... Вот как-то так... Потом берём властик и вот так вот... Градиент. tim Потом нам предлагают залокать это. И накинуть... А... Ой, это просто легк. Нам предлагают взять чуть более светлый тон и вот таким вот незамысловатым образом, наверное, вот такой вот цвет, закинуть градиент на нашу кровь. После чего копируем, берём и ставим как ротин. Как-нибудь устраиваемся этим, как-то вакханалию, как-то вот так вот делаем, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот типа у нас есть вот кровь. По желанию, конечно, можно ещё заодно добавить, там, не знаю, какую-нибудь там облики, там, слишком большие дети. Но в целом прикольно, ставлю этому туториалу, туториалу, 10 из 10, всё понятно, даже если на китайском. Next! Знаете, мне кажется, настало время немножко упросить нам задачу, как бы, знаете, китайский-то, конечно, очень прикольный, но можно сделать какую-нибудь обычную стандартную пошаговку, как бы... Что ж, в этом туториале нас хотят научиться нарисовать шаговку. И почему всё обратно на китайском? Для начала мы берём обычную кисть, но я возьму более удобную для меня, рисуем обычное стандартное сердце. Потом нам предлагают создать слой и раскрасить его в синий цвет. Третий этап нам предлагают, наоборот, тени. Какие нахуй тени? А, на тот этап. Более такой маленькой кисточкой добавляем тени. Вот как-то вот так вот. На следующем этапе нам предлагают взять более... Взять чуть более темный цвет, вот так вот закинуть, вот сюда вот немножко закинуть с об havoc цвета. Дальше нам предлагают всё распыпырить, чтобы нормально это всё пыремо, чтобы не казалась кистка. В детский ауди. Дальше нам предлагают... Дальше нам предлагают сделать ту же самую кисть и взять ту же самый цвете. что-то контрастнее сделать, вот так вот. То есть, типа, блики, блики, кно. Дальше нам предлагают чуть более уточнить наш рисунок. Дальше нам предлагают добавить элементы кно. Элементы по каналу, скажем так. Вот так вот. Так же, как еще небольшие вот такие блики. Дальше нам... Я ничего не понимаю. Даша нам предлагают нарисовать блик. Какой-то вот такой жесткий блик. Вот такой вот блик. Закинуть на него еще более яркий блик. Такой вот блик. Хоба. 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 Ставлю этому туториалому 10 из 10. По-моему, это было на самое простое, что я делала в своей жизни. Next! О, смотрите, это еще одна пошаговка. Как удобно. В этой пошаговке нас хотят научить, как рисовать сочные, прекрасные кубики. Для этого нам предлагают взять обычную кисть. Взять темный красный цвет. И нарисовать вот так. Вот чертами. Так вот. Потом слой пониже. Предлагаю взять чуть более софт кисть. Взять цвет чуть более приближенный к нашей реалии. И вот так вот нарисовать. Так вот. Что-то мне не нравится, как получилось. Потом нам предлагаю взять чуть более теплый темный цвет. Взять паэло. Раскрашиваем это более такой вот. Красный такой цвет в основании кубок. После чего добавляем. Больше вот такой вот отнесел. По красине, непрямую. И дальше уже блики по полосочке. Вот так вот. 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 О, мне не так все делаю. Ставлю этому туториалу 9 из 10. Потому что. Оно во-первых на английском. А во-вторых. Я не знаю. Next. Знаете, я очень сильно хочу продолжить нашу тему с пошаговками. Поэтому сегодня мы порисуем милого котика. Для начала нам предлагают нарисовать непонятный кружок. приносим непонятно ничего. Потом нам предлагают нарисовать прыщок. Потом нам предлагают нарисовать людей видимо как. Колосок. И мухой. И потом нам предлагают добавлять глаза. И усики, конечно же. Потом нам предлагают нарисовать тело. Тело. и раскрасить это так как мы рисовали сейчас котика сейчас мы будем рисовать более не менее прекрасное животное лошадь я даю этому туториалу 0 из 10 а еще потому что он слишком простой еще мне делать контент из простых и очень хороших и понятных туториалов нет мне нужно хардкор хардкор давайте нарисуем кактус ставлю этому туториалу 10 из 10 все просто все понятно все мило никаких слов что снова китайский текст помните мем про сову типа как нарисовать сову за два шага так вот мне кажется я нашла полную версию а чё давайте попробуем рисуем значит вот такой вот кружочек тут обязательно рисуем значит крестик еще один более большой кружочек рисуем вот такую вот два кружочка и вот еще вот это вот дальше нам предлагают нарисовать эту потрясающую животную масочку вот так вот так же клин вот такой потрясающий клин дальше нам предлагают нарисовать основное тело которое готово ставлю этому туториалу 0 из 10 потому что мне кажется что потому что мне кажется что оригинал более простой и более понятный там всего лишь два шага нарисовать два овала а потом добавить маленькие детали ну вы знаете это ведь довольно легко каждый из нас умеет добавлять детали next мне очень понравилось рисовать лошадей потому что мне кажется это и был единственный рисунок который довольно удобным довольно понятно поэтому я решила найти для вас еще один прикольный очень милый пошаговый туториал потому как рисовать лошадь и в этом туториалы нам предлагают взять обычную кисть рисуем вот такого значит овал вот такой вот еще один овал это видео тело добавляем шею вот так вот ножки так как добавляем вот такие вот ножки у нас вот так вот добавляем лицо улыбку ушки добавляем наши лошадки ее главное состояние не забыть обожать ножки адекватные вот так вот копыта и н Hate все Играем Продолжение следует... 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 Продолжение следует...